Подвели на еженедельном совещании итоги поездки чувашских аграриев на Приволжский день поля, который проходил в Оренбургской области. На несколько дней туда приехали более полутора тысяч специалистов из 14 регионов. В этом году окружной форум действительно пользовался большой популярностью. На выставке презентовали около 200 видов новейшего оборудования. Какие технологии приходят на вооружение аграриев и как будет дальше развиваться отрасль. Об этом эксперты и чиновники говорили на совещании под руководством федерального министра. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Презентовать свои разработки и на других поближе посмотреть. Выставка техники на окружном форуме «День поля» ничем не уступала международным автосалонам. Здесь повсюду современные модели, причем большинство павильонов были заняты российскими производителями. Этот агрегат сошел с конвейера недавно. Машина в считанные секунды заворачивает рулон из сена в прочную пленку. К такой упаковке собранный урожай сохраняет полезные вещества. На другой экспозиции аграриям демонстрируют возможности универсального опрыскивателя. Эта установка уже прошла боевое крещение на полях. На данной площадке появляется возможность не только посмотреть технику, как она стоит на асфальте, а в полевых условиях испробовать, испытать не только сами трактора, но и по обрабатывающей технике, по севной технике. Это очень важно, ибо природно-климатические условия у регионов, они разные, и каждый регион имеет свои особенности. Пока аграрии присматриваются к российским инновациям, производители сельхозтехники пытаются максимально снизить цены. Конкурентов на этом рынке у России немало. К примеру, трактора малой мощности из Белоруссии потребителям сейчас обходится дешевле на 100 тысяч. Зачастую приходится работать себе в убыток и делать большие скидки покупателям. Но на Чебоксарском заводе пошли и по другому пути. Машины здесь переоборудуют на более экономичный вид топлива. Трактор на метане, на газомоторном топливе. У нас подписаны все соглашения с «Газпром» газомоторного топлива, где мы будем активно, начиная с сентября месяца, реализовывать эту программу по российской израции. Поддержка тех, кто производит трактора, комбайны и почвообрабатывающие агрегаты, сейчас выходит на первый план. Но дотации дождутся не все. Правительстве анализируют, какая техника действительно необходима аграриям. Предложений множество, хотя большинство заводов в стране выпускают однотипную продукцию. И надо сегодня действительно на государственном уровне понять, сравнить и технические характеристики, и ресурсы этой техники, и гарантийные обязательства, и ценовые показатели. И уже определиться, соответственно, какую технику поддерживать за счет лизинговых компаний, за счет бюджетных кредитов. Дотации из бюджета ждут и производители мяса. Аграрии говорят, что сейчас его не хватает катастрофически. Но в то же время в регионах заметно увеличилось количество колхозов, где выращивают только местные породы животных. На выставке в Оренбурге своих питомцев презентовали племенные хозяйства. К стране сейчас хорошо приживаются казацкие белоголовые и гирефордские быки. Аграрии даже разработали специальную технологию по достижению лучшего качества мяса. Чтобы удешевить стоимость этого мяса, мы в конце апреля и до ноября месяца пасем их, содержим на летних пастбищах, то есть на бесплатном корме. И получаем хорошего качества мяса. О том, как будет развиваться российский агропром дальше, главы регионов обсуждали на совещании, которое провел министр сельского хозяйства. Проблемных вопросов накопилось множество. В ряде регионов средства, которые выделяются на поддержку крестьян, до них доводятся не в полном объеме. В Чувашии испытывают недостаток транше из федерального бюджета для субсидирования процентных ставок. Переменьшился объем получения кредитных ресурсов с сельскохозтовопроизводителями. И поэтому это, считаю, что основная проблема. Есть предложение сегодня по корректировке методик по предоставлению инвестиционных кредитов. Есть сегодня отрасли, которые вышли уже на самообеспеченность. Есть отрасли, которые надо поддержать в большем объеме. Окружной форум «День поля» для многих завершился подписанием контрактов. Современной техникой здесь заинтересовались и аграрии Чувашии. Уже этим летом приобретенные агрегаты выйдут на уборочную страду. Завершить ее с минимальными потерями и в срок – главная задача для всех. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика из Олимпургской области.